Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с конфигурацией комплексной автоматизации версии 2.0. Сегодня занятие точно также пройдет на демонстрационной базе. Мы пока будем смотреть, что у нас есть, чего у нас нет и из чего здесь можно сделать что-то хорошее. Итак, в прошлый раз мы с вами прошлись обзорно по конфигурации. В этот раз мы посмотрим более подробно. Вот раздел CRM и маркетинг. Здесь у нас присутствует нормативно-справочная информация по продажам. Это клиенты, типовые соглашения с клиентами, сегменты клиентов, сегменты номенклатуры, графики оплаты. В общем, вся та информация, которая, собственно, у нас есть в маркетинговой деятельности, включая конкурентную разведку. Как я уже говорил, данный раздел ничем не отличается от управления торговлей версии 11.2.3. То есть, по сути, нужно понимать, как устроена работа компании 1С. Многие об этом не знают. Я хочу сегодня несколько слов и немножко даже поговорить об этом. На самом деле существует только одна конфигурация, которую разрабатывает компания 1С. Эта конфигурация называется 1С ERP. Никакой другой конфигурации не разрабатывается. Все остальные конфигурации создаются методом урезания функции основной, скажем так, базовой конфигурации. Здесь речь именно о типовых. Не сложно посмотреть, да, не сложно в этом убедиться. Достаточно открыть 1С ERP, что мы с вами сделаем в самое ближайшее время. Затем открыть вот комплексную автоматизацию. Затем открыть свежее управление торговлей, бухгалтерию и зубы. Убедиться, что вот они перед нами, да, что бюджетирование, которое там урезано по отношению к ERP, производство урезано по отношению к ERP и в принципе больше ничего и не урезано как таковое. Соответственно, если вот у вас есть компетенции в сфере данных кусочков, то у вас никаких проблем не будет с комплексной автоматизацией. После первого видео я получил целый ряд вопросов, заданных мне почему-то через контакт, а не через комментарий. Я все-таки прошу вас писать комментарий. И суть вопросов была в том, что я сопровождаю управление торговлей. Могу ли я работать с комплексной автоматизацией? Или наоборот, там человек сопровождает зуб, может ли он работать с комплексной автоматизацией? Я вас уверяю, комплексную автоматизацию я точно так же, как и многие специалисты в 1С, увидел несколько дней назад. Да, я слышал о ней, конечно, но при этом мне доводилось работать в 1С ERP не столь много, как мне хотелось бы. В основном я работаю с связкой, это управление торговлей, бухгалтерия и зуб, которые объединены обменами. Это типовая связка, которая применяется во всех более-менее крупных организациях торгового плана. Итак, мы с вами видим, что работать в комплексной автоматизации можно совершенно спокойно, совершенно свободно, да, потому что если вы знаете, как работает казначейство в управлении торговлей, вы точно так же заходите в казначейство, да, авансовые отчеты. Мы сейчас с вами убедимся, что никаких проблем не составляет совершить работу с авансовыми отчетами, например. К сожалению, это все притормаживает, потому что я пишу на моем личном компьютере, а не на сервере. Такое программное обеспечение не предназначено однозначно для файловой работы, как комплексной автоматизации. Это не вариант, здесь нужно работать в серверном формате. Ну, обратите внимание, то есть из авансовых отчет мы можем там создать новый авансовый отчет, или надо было, может быть, даже лучше открыть уже действующий авансовый отчет. Ну, можно абсолютно убедиться, что это все не отличается от той же самой структуры. Обратите внимание, в управлении торговли, когда мы с вами рассматриваем, там тот же самый был торговый дом комплексный. Код, это абсолютно не отличается от той же самой структуры, которая была в УТ. И документ этот тот же самый, который мы с вами видели неоднократно в управлении торговли. Давайте походим, потыкаем, посмотрим. Вот у нас анкеты те же самые. Давайте зайдем в карточку клиента. Не появилось ли тут что-то невероятного, чего мы раньше не видели? Скажу вам честно, нет, не появилось. Либо я это не вижу. Ну, на самом деле, в лет я это не вижу. Ну, вот история классификации, да, ну, это некие такие визуальные формы. Договоры, взаимосвязи. Никаких проблем нет и не предвидится. То же самое с закупками. У нас точно также есть документы поступления. Давайте откроем любой документ. Видите, все подвисает. Я предполагаю, что запись видео по 1S ERP, скорее всего, может оказаться даже и невозможной, поскольку она еще больше будет зависать. Ну, в принципе, мы точно также можем создать то, что нам нужно. Хочу обратить ваше внимание на необычный момент. Прошу прощения. Вот у нас здесь наверху есть и записать, да, и провести, и печать, и доп. сведения. Ну, вот какой пункт. У нас здесь появились проводки регламентированного учета. То есть, вы заходите в регламентированный учет и видите, что у вас маловато, в принципе, закладочек. А вот у нас есть отражение документов в регламентированном учете. Сейчас она у нас откроется. Вот. Отражение документов. Нужно настроить счета. Вот что это? Ручное изменение. Отраженные документы. Вот. Что у нас там за документ не отражен. То есть, когда мы с вами работаем с управлением торговли, да, мы сформировали какой-то документ, допустим, приходный кассовый ордер в управлении торговлей. Давайте даже для простоты в него сейчас зайдем. Классический приходный кассовый ордер. Мы его с вами сформировали в управлении торговли, потом обменом этот приходный кассовый ордер пришел в бухгалтерию. Но у нас нет обмен, у нас единая база. И делать два одинаковых документа, это, мягко говоря, некорректно методологически. Поэтому, собственно, управленческая деятельность циферка вот эта и бухгалтерская циферка. То есть, мы с вами видим классическая операция, это поступление денежных средств. То есть, вот у нас на 50-й, 52-й, вот сумма, да, давайте потом убедимся, что все так и есть. Ну да, 52-й, 844 рубля, 76 копеечек. 52-й, 844 рубля, 76 копеечек. Не всяческих сомнений. То же самое абсолютно в любом документе. Ну, тут на самом деле надо, конечно, все это было бы более корректно настроить. Какой документ у нас кривой? Кривой у нас вот этот документ. Почему он кривой? Потому что в нем не настроены счета учета. Давайте попробуем сделать так, чтобы у нас этой проблемы не было. филиал АПР и Олексин. Не указан счет. Вот есть тут кнопочка волшебная. И что не указано? Что там за операция у нас? Амортизация ОС. Номенклатура. Так, расчеты с контрагентами. Что там с вами амортизация калькуляторов, что ли? Что у нас там такое начислено? Дата документа. Ну. Какой-то очень странный документ. Так. Организация промресурс. Объединенная бухгалтерия. Амортизация оборудования. Есть такое? Есть. Общепроизводственное. 25. Вот. Ну. Хорошо. С чем связано, что у нас здесь пусто? Филиал. Настройки не отработали. Амортизация. Получается, это у нас не та амортизация. Вступление основных средств. Амортизация зданий. Так. Олексин. Курсовые разницы. Так. Что у нас есть? Оцепроизводственного оборудования. Что если мы создадим? У нас нет, тут не запомнилось. Все указано. Создадим сейчас амортизацию основных средств. Организация. Олексин. Подразделение. Производственное направление. Ну, давайте, найдем что-нибудь похожее на амортизацию. нам здание оборудование основных средств наверное зданий переданных в аренду производственное управленческое 26 и 25 не очень понятно на сегодняшний момент ну вот у нас она появилась что тогда не спасает и так понимаю не появилась в регламентированном учете но к сожалению с этим нам будет разобраться очень подробно ну то есть мы не зависит у нас есть управленческая организация то мы точно ничего не закроем даже если мы сейчас алексина настроим давайте мы сейчас еще раз вернемся назад нет документов мы поправили эти документы счета учета номенклатуры на складе чрезвычайно приятно почему что значение настроение собственная номенклатура не совсем понятно по какой организации не настроены это печально давайте закроем вот нажатию на эту кнопочку у нас документы будут отражены в регламентированном учете что я могу сказать 65 документов один документ не отражен очень печально на самом деле я могу сказать что все как-то у нас слишком сложно на сегодняшний момент давайте еще немножечко посмотрим а затем будем учиться работать данной конфигурации на самом простом примере именно так в свое время я учился работать с конфигурации ERP потому что здесь очень много функций можно в них просто потеряться надо бы найти от простого к сложному так как я говорил закупки у нас все то же самое да вот особенно вот выкопы возвратами вспоминается когда я задавал спецконт с полтв склад и доставка ну на самом деле никаких новых функций тут нет и быть не может это классические товародвижения внутренние обеспечение потребностей ну единственно здесь изменился интерфейс адресное хранение излишки и недостатки управления доставкой ТМЦ в эксплуатации производство производство очень сложная вещь очень чрезвычайно сложная мы сейчас к нему вернемся и попробуем посмотреть подробнее ну кадры и зарплат на них я вообще останавливаться подробно не буду это все изучается в зарплату управления персоналом если вам интересно смотрите лекции по зубу казначейство классическая функция да опять то же самое как в управлении торговли но финансовый результат контроля как я уже говорил пришел оттуда же регламентированный учет еще раз обращу ваше внимание у начинающих это достаточно частый вопрос они заходят сюда открывает этот а где там все эти документы все эти документы они здесь давайте вот прям зайдем зарплата начисление зарплаты взносов например к сожалению почему-то ничего нет демонстрационной версии чем меня очень сильно удивили так договоры изменения авансов счеты по зарплате ну вот давайте сходим может быть ведомости есть ну понятно нет ничего не предусмотрели это ну тут нет сотрудников то есть подсистема она вообще в принципе не заполнена демонстрационной информации показывать по сути нечего вот здесь давайте хотя бы посмотрим документ поступления то уж совсем как-то неудобно ну зато в документе поступление у нас есть все те же самые проводки что очень удобно ну зашел посмотрел убедился так я думаю на этом сейчас вот будем подходить к концу давайте сходим в производство и посмотрим на бюджетирование что касается бюджетирования ну оно не самое лучшее в данном варианте да у нас здесь есть план закупок то есть у нас скрещено с планированием в итоге вот у нас тут есть экземпляры бюджета здесь же и планы закупок да и вид бюджета у нас какие у нас виды бюджета есть план закупок то бддс некая такая путаница возникает что планирование бюджетирование объединены вместе хочу обратить ваше внимание это не совсем правильно мягко говоря не совсем правильно поскольку и бюджетирование и планирование являются совершенно разными функциями что касается производства ну что такое по сути классическое производство это перемещение сырья и материалов из некого помещения в котором они хранятся в зону в которой они преобразуются в нечто иное да происходит трансформация состояния один из лучших примеров это выпечка хлеба мука вода дрожжи все остальное что необходимо перемещается в цех в котором происходит процедура замешивания отстаивания брожения ну собственно затем и выпекания очень очень приятно ну у нас уже здесь появляются довольно таки сложные вещи такие как ресурсные спецификации давайте заглянем видите тут довольно сложно сравнению с управлением большой фирмы которые мы смотрели раньше все значительно усложнилось у нас есть такие калькуляции затрат но мы с вами все это будем смотреть на самом простом варианте абсолютно у нас будет хлебопекарня потому что мы с вами все сталкиваемся постоянно с этими задачами у нас будет с вами хлебопекарня которая будет заниматься оптовыми продажами на первом этапе того что она произвела то есть мы будем закупать муку сахар и так далее исключая договора ну возможно в дальнейшем мы рассмотрим еще и бюджетирование сколько он вот вопрос довольно таки частый что такое бюджет и как им пользоваться но все равно не столь актуальный в основном это все довольно таки редко используется спасибо за внимание до свидания